Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное видео показа украшений. Я поменяла белую обложку на подложку, простите, на другую, потому что мне кажется, что вот как раз белый цвет, он как-то так отсвечивает и делает все поле. В общем, как ни странно, мне кажется, что от белой подложки становилось еще темнее все выглядело. Попробую с этой снова. Вот, как видите, я все пытаюсь и стараюсь все улучшить для вас, чтобы вам было интереснее и веселее смотреть. Кто у меня впервые? Я живу в Канаде, покупаю украшения в наших благотворительных магазинах, показываю сценами, по которым я купила украшения. И у меня на канале не только украшения. Пожалуйста, не обижайтесь потом, когда вы увидите обзоры магазинов, примерки, болталки. В общем, у меня такая-такая смесь всего, что нам, девочки, интересно. Если вы впервые, я надеюсь, что вы со мной останетесь, потому что у нас очень много интересного. Так, для начала легкая затравка того, что мы сегодня будем с вами рассматривать. Быстро-быстро-быстро и убираю. Надеюсь, что я вас привлекла и завлекла. И давайте теперь начнем просмотр. Итак, как вы знаете, я покупаю не только винтажные украшения, но современные тоже, если мне они нравятся. С удовольствием их ношу, отмываю и ношу, что называется. Вот к ним, например, к одному из таких украшений относится вот этот вот кулон. Кулон-монетка. Мне что-то в нем такое мне понравилось. Даже не знаю что, вернее, не знаю что. Мне кажется, что монетка, в общем, действительно старинная. Хотя, может быть, сделана под старину. Ну, я никогда 100% не утверждаю, что все мои украшения, которые я покупаю, они какие-то очень ценные или там что-то такое с ними. Я просто делюсь с вами красотой, которую сама приобретаю. Но если вам не нравятся и вы не любите такие вещи... О, кстати, здесь какая-то маркировка есть, по-моему. Смотрите-ка, я ведь не заметила. Сейчас мы ее рассмотрим. Как интересно. Да, если вам не нравятся такие показы и такие украшения, просто не смотрите и смотрите что-то другое. Не пишите, что я там обманываю что-то, пытаюсь продать дороже, чем я покупаю. Я, на самом деле, ничего не продаю, поэтому, в общем, ну, люди приходят, знаете, неадекватов много вокруг. Итак, стоил он 5 долларов. И вы видели, что мы при приближении. Это вообще фишка моего канала. Мы находим маркировки и разные интересные детали именно на съемке. Потому что я, когда что-то покупаю, я вроде так все рассматриваю близко, внимательно, но много чего не обнаруживаю. Так, давайте смотреть, что же здесь написано. Так, я не пойму. Сейчас я посмотрю под лупой и скажу вам. Вы знаете, разглядывала, разглядывала, но обнаружила здесь цифры. Вот 3 единицы девятку, потом буквы AR, по-моему. И здесь что-то такое. Короче, девочки, я знаю, что вы у меня глазастые. Вы лучше меня видите всегда все и все мне пишете, что я там не разглядела. Буду очень благодарна вам. Но это очень интересно, потому что, возможно, что это действительно старинная монета. И здесь какое-то есть ее обозначение. Возможно, чего-то, что это такое. Я не думаю, что это серебро, какая-то проба. Нет, мне кажется так. Но вот очень интересное украшение. Красивая, смотрите, какая цепь. Что у нас тут за застежка? Обычная. Оно, конечно, современное, но я имею в виду производство современное. Так, опаньки. Ха-ха. Все-таки серебро. Смотрите, а. Девятьсот двадцать пять. Правильно? Ну, вот это да. Вот это, конечно, сюрприз. Я показываю это украшение как самое такое малоценное. Оказалось, что это серебро. Возможно, что серебряная только застежка, а сама цепь нет. Так бывает. Нет, вот так не бывает. Девочки, мой канал полон сюрпризов. Я очень такой невнимательный человек, поэтому когда я покупаю, покупаю на глаз. А потом на съемке мы с вами находим такие завлекательные и интересные. RC1 написано. Девятьсот двадцать пять. Вот это да. Вот это да. Что-то еще. Короче, это серебро. Я не знаю, или вся цепь, или вот только вот эта вот замковая группа, так сказать. Здесь тоже какие-то маркировки. В общем, такое дешевое пятидолларовое украшение, которое я купила просто потому, что мне понравилась эта монетка. Прикольно. Мне показалось, это прикольно. Это классно. Оказалось, что, по крайней мере, застежка здесь серебряная. Насчет цепи не знаю. Тоже очень может быть. И очень возможно, что вот это вот обрамление тоже сделано из серебра. Первое украшение, которое я показываю, как самое малоценное, оказалось серебряным. Да. В общем, это, конечно, сюрприз приятный. Я надеюсь, что вы порадуетесь вместе со мной. Надеюсь, что и дальше нас ждут такие же интересные сюрпризы. Следующее украшение, давайте смотреть. Вот такая вот брошь. Купила я ее за 4 доллара. Она выглядит как винтажная. Я думаю, что винтажной же она и является по длинной игле. Давайте посмотрим на нее. Хотя, хотя, хотя. Я вот всегда, знаете, сомневаюсь. Я смотрю иногда другие каналы. Там прям все прямо, они прям, знаете, и это там брошь из 40-х, то все. Ну, то есть люди явно разбираются. Я, может быть, недостаточно разбираюсь, поэтому у меня вечно сомнения. Не знаю. Игла длинная. Ну, более или менее. Застежка похожа на винтажную. Вот эта бусина немножко меня смущает с обратной стороны. Но брошь очень симпатичная и очень достойная. Хорошо сохранившаяся. Видите, чуть-чуть поцарапана сама жемчула. Ну, вот смотрите, как красиво сделана эта металлическая рамка, обрамление. И очень, смотрите, какие интересные крапана. Скорее всего, конечно, винтажная уж больно. Много всяких деталей, которыми сейчас не очень заморачиваются. Ну, стиль явно викторианский, но подвикторианский делают очень многие. И даже, в общем, понятно, что это не антиквариат. Ну, винтажный брошь тоже делали под викторианский стиль. Она такая явно викторианского стиля брошь. Ну, насчет винтажности уж какой там сильно, я не знаю. Но похоже на то. Следующее украшение 100% современное. Тут уж как бы без всяких сомнений. Мне оно тоже очень просто понравилось. Стоило оно тоже 5 долларов. Это уж не такие большие деньги. Тем более, что оно маркировано. Современное маркированное украшение. По-моему, тут была буквочка Т. Вот, висела здесь. А это компания Тальбот. По-моему, да? Если я не путаю. Нет, что-то я опять перепутала. Подождите. А, не буквочка Т, а прямо было написано Тальбот. Тальбот – это современная компания. Они, по-моему, делают украшения и одежду. Компания не дешевая. Украшения свои в магазине они продают. Уж не так уж и дешево. Ну, не знаю, долларов 50, наверное, там 40 она стоит. Я думаю, что это камушки. Я думаю, что это какой-то или прессованный камень. Или, в общем, какой-нибудь ляпис лазурит. Тоже очень хорошо сделано крепление. Аккуратно, очень красиво. Интересная цепочка. В общем, долго не буду останавливаться. Хотя оно, конечно, украшение достойное. Вот такая длинная нить. Я вам его примерю. Я уверена, что буду с удовольствием его носить. У меня есть в коллекции украшения, которые я покупаю, чтобы носить. И украшения, которые я покупаю для коллекции. То есть, вот есть некоторые украшения, которые я знаю. Они очень старые. Иногда с потерями. Иногда не совсем в хорошем состоянии. Но такие редкие и старинные, что невозможно их просто оставить и не принести домой. При этом вряд ли носить их буду. Просто потому что боюсь, что, например, там камушки какие-то повылетают. Они так еле держатся. Ну, в общем, короче. Ну и вообще, есть такие вещи, знаете, они именно вот как музейная редкость. А это просто вот для носки. Прекрасное украшение. В прекрасном состоянии. Красивая, элегантная. Вот такая вот цепь с камнями. Это либо камни, либо прессованные. Прессованные. Прессованная каменная крошка. Так, едем дальше. Стрекоза. Очередная стрекоза. В этот раз я не ошибусь и не назову ее бабочкой. У меня есть такая тенденция путать всех животных, насекомых и так далее. Я называю стрекоз бабочками, бабочек стрекозами, птиц разных там, фламинго типа называю пеликанами и так далее. Стоила она 4 доллара. Думаю, что она современная. Но красотка. Давайте-ка посмотрим. Может, тоже найдем какую-нибудь маркировку серебра. Или какой-нибудь там Шанель, окажется. Или там, я не знаю, Диор находила. Я, кстати, Диор у меня. Есть коллекции найдены в... В этом... В секунде за очень дешево. Так, маркировок нету. Жалко. Но это не делает ее менее красивой. Давайте посмотрим на нее. Какая же она красавица. В серебряном тоне. Элегантная такая вот. Хорошо сделанная. За 4 доллара, я думаю, что она этого стоит. Даже просто потому, что вот у нас в магазине купить украшение за 4 доллара в обычном, современное украшение. Ну, то есть, это практически нереально. Только в Заре на очень-очень большой распродаже, когда там уже конец распродажи, остаются совсем-совсем остатки, все хорошее раскупается. Они, по-моему, в 3,50 или 4-5 долларов у них стоят их украшения. Ну, поймать что-то интересное практически невозможно. А в секунде вот можно. Поэтому я их люблю и покупаю. И даже современные украшения с удовольствием. Покупаю некоторые, оказываются иногда довольно ценными. Просто я как-то наугад вот беру, а иногда угадываю. Иногда не всегда. Иногда покупаю какую-нибудь ерунду, а иногда угадываю и покупаю что-то интересное. Так, перейдем вот к такой красавице. Кстати, вы со мной бродили, когда я некоторые вещи здесь, которые я вам покажу, я покупала. Я при вас их таскала со стенда и показывала вам. И некоторые нет. Ну, вот я тут все смешала, добавила в кушу. Добавила некоторые украшения другие, которые я находила в других магазинах. Поэтому вот получился вот такой вот обзор у нас. Вот это вы видели. Я вам его показывала. Я думаю, что вы его помните. Тоже такая филигрань. Чешская или немкая, скорее всего. Похоже на... В предыдущем видео у меня было такого типа брошь тоже с цепочками, с черным. Только там был черный, черная бусина в центре. И вот такая веселина черная висела. Была очень похожая обратная сторона. Единственное, что там меня смущало, там была немножко другая застежка. Эта застежка 100% винтажная, совершенно точно. Ну, вот очень похожа на ту мою брошь, что, опять же, подвигает меня к тому, что та брошь все-таки тоже была винтажная, конечно. Даже по дизайну они похожи. Значит, несколько цепочек. И бесподобно. Красиво-желто-белое сердце из стекла, сделанное вот таким вот высоким кабошоном. Закреплено. В общем, очень красивая брошь, эффектная. Посмотрите. Какой же красоты. Ну, не бриллиант ли. Можно сказать, практически, что бриллиант. Было бы неплохо найти в секунде бриллиант такого размера за 4 доллара. И тогда бы мне не нужно было, наверное, работать больше никогда. Хотя, не знаю, если честно, я не знаю, сколько может стоить такой бриллиант. Вряд ли. Я думаю, что все равно пришлось бы мне работать. Но, может быть, я бы взяла бы длительный отпуск и поехала бы в путешествие вокруг света. Так, следующее украшение. Это маркированный Эйвен, по-моему. И у меня их два. Я нашла их в одном месте. Почему я думаю, что Эйвен? Сейчас я посмотрю. Что-то я здесь находила. По-моему, здесь есть маркировка. Да. Давайте посмотрим сначала кулон. Потом у меня есть браслет. Они очень похожи. Но вот эта вот стекляшка другого цвета, что очень жаль, потому что так был бы комплект, а так недокомплект получился. Значит, стоило это 6 долларов. Смотрите, какой милый, приятный, нежный кулон. На обратной стороне есть вот этот N-RT. Так маркировали Эйвен украшение. Интересный очень дизайн. Правда, что вот рисунок сделан как бы на рамочке, на обратной стороне, на оправе. И поскольку камень прозрачный, стекляшка, то он просвечивается. И видно вот этот дизайн украшения. Красивая крапана, цепочка. Он, кстати, не двигается, он закреплен. Видите, вот такая вот держалка. А здесь тоже камушек? Да. По-моему, тоже маленький-маленький камушек. Такой сиреневого цвета. Красивая цепочка. Нежная такая. Две застежки, как это часто, кстати, бывает в украшениях Эйвен. Я не очень понимаю, зачем. Я понимаю, что здесь удлинительная цепочка. Как-то вот, что ее можно, видимо, снять. А, вот я знаю, для чего. Вот эту удлинительную цепочку, ее можно снять, если она вам мешает, чтобы она не болталась. Вот здесь вот она снимается, если открыть вот этот вот. И тогда вы можете просто застегивать кулон вот на эту застежку. И вам не нужна будет удлинительная цепочка. Все понятно. Вот такой вот симпатичный цвет. Такой у него желтовато-серый. И я его пока не убираю, потому что покажу, что я тут же нашла рядом. Это браслет. Такого же дизайна. С такой же маркировкой. N-RT. Стоил он тоже 6 долларов. Они абсолютный комплект. Но, как я уже сказала, не совсем не до комплект. Потому что они разного цвета. Хотя, вы знаете, в принципе, я думаю, что их можно носить и как комплект. Потому что, в принципе, абсолютно одинаковый дизайн. Цвет металла. В общем, явно, что это из одной и той же серии. Смотрите, он такой легкий-легкий, нежный-нежный. Очень красивый. Интересные очень вот эти вот вставки. Стеклянные. Цепочка такая же. Но вот, смотрите. Цвет другой только, к сожалению. Но, поскольку, поскольку это как бы один дизайн. Так, я что-то тут перевернула. Подождите, подождите. Нет, все правильно. Поскольку это один дизайн, то, в принципе... Да, цвет разный. Но они как бы очень как-то сочетаются друг с другом. Мне кажется, что вполне можно носить комплект. Даже интересно. Такое, знаете, сейчас не модно, чтобы было прям мэч и мэч и все. А модно, чтобы немножко было. Вроде похоже, но вроде другое. Здесь прямо очень похоже, но вроде другое. Правда? Интересный. Мне очень понравился. Он такой нежный. Я люблю большие украшения. Но вот этот вот комплект, он мне очень понравился. Потому что он нежный, очень тонкий, легкий. И такой, знаете, ни к чему не обязывающий. И, в общем, интересный, необычный. Довольно-таки. Сейчас что-то мне здесь показалось. А, вы знаете, здесь тоже вот камушек есть. Вот это да. Вот смотрите. Вот здесь вот камушек, видите? Вот здесь. И внутри. Вот здесь вот в этом элементе, который под стеклянным вот этим вот кристаллом, там тоже есть небольшой камушек. А вот здесь, интересно, в браслете. Тоже такой же, видите? По-моему, тоже есть какая-то вставка. Или нет. Не пойму. Может быть, и есть. Ну, в общем, короче. Мой канал полон сюрпризов. Потому что я сама обнаруживаю самые интересные, необычные вещи. которые я обнаруживаю сама на съемке. И, в общем, радуюсь и удивляюсь вместе с вами. Следующая брошь. По-моему, она безымянная, но очень оригинальная. Я не нашла ничего подобного. Стоила она 5 долларов. Красивая, красивая брошь. И необычная, знаете, такой необычный дизайн. Я редко, практически, можно сказать, никогда ничего такого подобного не встречала. Это тоже здесь стеклянное черное стекло, стеклянные кабошоны. Вот такой вот какой-то странный треугольник в кругу. Маркировки. Давайте смотреть. Я не нашла и ничего не нашла похожего в интернете. Нет, маркировки нет. Иголка, знаете, такая пожилая тоже. Видно, что... Я думаю, что это винтажная брошь, потому что она... Видите, иголочка такая не произойдет впечатление такого на века. И очень хорошее качество. Прекрасная брошь. Очень мне понравилась именно тем, что она необычная. Никогда ничего подобного я не встречала. Она просто... Просто... Очень-очень оригинальным дизайном. Давайте постучим. Да, это стекляшечки все. Какие интересные формы вот эти вот кристаллы. Хорошо, что они все на месте, не потеряны, потому что найти такое было бы просто. Просто невозможно. Красота. Так, следующая брошь, это брошь Джей Джей. Очень характерный для Джей Джей сюжет. Вы ее, наверное, помните. Я с вами вместе ее тоже нашла на стенде. Показывала вам. Стоила она 6 долларов. Ну, вот это вот очень характерная для Джей Джей вещь. Сейчас покажу вам с обратной стороны, что есть маркировка. Если я опять что-то не путаю, как я помню. В памяти у меня девичья, хотя я не девушка уже... О, ну, это не Джей Джей, вот видите. Нет, Джей Джей, вот видите. Вот маркировка. И здесь тоже на клетке есть маркировка, если она отвалится или потеряется. Вот. Вот такая вот. Теперь давайте смотреть ее. Как она выглядит. Очень прикольная. Посмотрите, какая классная. Ну, Джей Джей умеет делать такие вещи. Во-первых, качество сделано. Это брошь из пьютера. И как она качественно сделана. Насколько, так сказать, правдоподобно и насколько детально сделаны все, так сказать, все части этой броши. Кот лезет на фонарь. А на фонаре, ну, или на какой-то шест, на фонаре висит клетка с птичкой. Посмотрите, какая она испуганно смешная. Или не очень испуганная. Наоборот, она смеется над котом. В общем, ну, прикольно. Ну, скажите, Джей Джей обожаю на самом деле. Вот если вы наденете такую брошь, вы точно не останетесь без внимания. К вам каждый подойдет, попытается ее рассмотреть, спросить, рассмотреть, поговорить на эту тему. Вы можете, так сказать, найти новое знакомство, надев такую брошь, потому что к вам обязательно подойдут и попытаются с вами поговорить на эту тему. И это, знаете, по-английски это называется conversation piece. То есть, если вы надеваете на себя что-то, что вызывает интерес у людей, и людям хочется рассмотреть, подойти с вами и поговорить, и спросить, что это и откуда. То это вещь, с помощью которой вы можете найти новых знакомых и к вам подходить, разговаривать, пытаться с вами как-то завести знакомство. Потому что вы человек, который вызывает интерес своей одеждой, украшениями и так далее. Для этого, собственно, мы и носим одежду и украшения, чтобы украшать себя, и, наверное, чтобы находить новых знакомых, чтобы на нас обращали внимание. Ну, вот это прямо идеальная вещь, идеальная брошь для этих целей. Так, следующее изделие. Долго думала, что это такое. Вы, наверное, его тоже помните. Я при вас его нашла. Стоило оно 4 доллара. Вещь, конечно, винтажная, старенькая. Очень, если не сказать, антикварная. Что-то мне подсказывает. Так, давайте-ка. Засвободим. Маркировок на ней нет. Ну, очень старые вещи вообще редко маркировались. По-моему, да? Нет ничего. Ну, видно, что она старинная. Что же это такое? Это держалка для очков. Вот сюда. Вот сюда. Брошь прикалывалась. И вот сюда вешались задушку очки, чтобы их не искать и не терять. Но для того, чтобы это было эстетично и красиво, вот оформлялась такая в виде такой броши. Это стекло. Ставка из стекла. Видите, матовое стекло с нанесением рисунка. Практически первый раз я встречаю такую вещь. Я никогда не видела ничего подобного. Посмотрите, как она сделана. Как же интересно нанесен этот рисунок. Я думаю, что это, конечно, ручная работа. Мне так кажется. А может и нет. Но есть вероятность. Так, у меня нет таких очков маленьких. Сейчас попробую поискать и продемонстрирую вам, как это работало. Так, самые мои старые маленькие очки, которые я нашла, вот так вот, видимо, цеплялась. И вот так вот они у вас свисали. Но дело в том, что тогда очки были не такие, не пластиковые. Скорее всего, металлические дужки, тоненькие. Знаете, такие гнущиеся проволочные металлические дужки и оправы для очков. Поэтому они были легкие. И их было легко вот так вот эту тоненькую дужку вот сюда вот продеть. Так что вот такая вот вещь. Это вещь, конечно, антикварная. Вот, кстати, это из разряда вещей, которые я вам говорила, что есть вещи, которые я покупаю для того, чтобы носить, носить, носить. А есть вещи, которые я покупаю для коллекции. Потому что, ну, вряд ли я буду ее носить. Хотя примерю для вас ее. В принципе, ее не обязательно носить как держалку для очков. Ее можно носить просто как брошь такую с кольцом интересную. Можно сюда повесить что-то другое. Например, какой-нибудь, я не знаю, вот какие-нибудь там жемчужные бусины. И как-то вот так вот продеть. Ну, не знаю. В общем, можно что-то попробовать придумать. Но, в принципе, вот, скорее всего, конечно, такая вещь. Это больше для коллекции, чем для носки. Но я не удержалась, потому что, конечно, в коллекции ее иметь, это очень интересно. Так, сейчас у нас брошь и комплект. Я даже не знаю, что у нас будет вишенка на торте. Потому что две вещи последние, которые я вам покажу, они великолепные. Значит, это брошь, которая стоила не дюшевая. 19,99, 20 долларов. Ну, она шикарно, великолепная. Честно говоря, даже не знаю, насколько она винтажная. И, по-моему, маркировок на ней не было. Вот, кстати, к вопросу о том, как они оценивают вещи. Вот она стоила 20 долларов, да, запомните. Брошь, брошь, не комплект, только брошь, без маркировок. Скорее всего, винтажная. Потому что, видите, игла длинная, но не 100%. Уж очень она хорошо сохранилась. Хотя, возможно, что и это именно потому, что она какая-то дорогая, хорошая брошь. И сделана из качественного сплава. Видите, какая игла торчит за застежку. Ну, давайте ее рассматривать. Ну, как было не взять. Даже и за 20 долларов. Я считаю, что это недорого. Посмотрите, какая красота. Багетные кристаллы, которые я обожаю. Почему-то они мне очень нравятся. Причем зеленого цвета, никаких потерь. Все на месте. Белые кристаллы, на самом деле, не белые, а немножко желтоватые. Просто драгоценность, просто производение искусства. Это даже не бижутерия, а, можно сказать, уже ювелирное украшение необыкновенной красоты. Такой вот формы интересной. В общем, конечно, умели, умели делать когда-то. Придумывали дизайн. Придумывали кристаллы, которые со временем не теряют своего блеска и красоты. И посмотрите, как они переливаются. Не хуже любых бриллиантов. Прям не хочется ее перестать показывать. Такая красавица. Давайте еще на нее посмотрим внимательно. Отдадим ей, так сказать, должное. И последний на сегодня комплект. Решила его сделать вишенкой на торте. Хотя он не менее, то есть, скажем, вот эта брошь не менее вишенка. Но, тем не менее. Как вы видите, я вам показываю. Я могла бы отбирать, допустим, у меня есть иногда показы, в которых нету таких красивых изделий. А все такие более попроще. А есть показы, где все изделия бесподобные. Прям каждая из них могла бы стать вишенкой на торте для другого. Видео. Ну, вот я как покупаю, как вот у меня складывается коллекция, так я и показываю. Особо не отбираю, не перебираю, как есть. Значит, этот набор. Стоил он тоже 20 долларов. Хочу напомнить, что эта брошь стоила 20 долларов, неименная. И вот этот комплект, который имеет маркировку, тоже оценили в 20 долларов. Совершенно непонятно почему. Вернее, я понимаю, почему они маркировку не разглядели. Я тоже сначала ее не нашла. Потому что долго разглядывала брошь. Я поняла, что это хорошее что-то очень. И очень непростое. Но вот не могла найти маркировку. Немножко была разочарована, но подумала, настолько красивый комплект, что даже без маркировки я его куплю. Потом, придя домой, разглядевши как следует клипсы, я нашла маркировку. Сюрприз. Видите, ее нигде нету вроде бы, да? Видите суслика? Его нету, но он есть. Суслика нету, но он есть. Маркировку спрятали. Вот сюда. И здесь написано под пент. Под пент. Вот видите. То есть, маркировку так запрятали, что я ее не видела. Видимо, в магазине, когда оценивали, тоже не заметили. Потому что маркировка обычно идет вот с этой стороны. Ну, как правило. Поэтому всегда все нужно очень-очень внимательно рассматривать. Но этот набор я купила просто по наитию. Просто потому, что он необыкновенно красивый. Под янтарь стекляшечки, наверное, да? Да. Он такой тяжелый. Брошь солнца я его назвала. Я точно такой набор не нашла. Но нашла парочку наборов под пент. В ресейле довольно задорого продают. Сейчас я посмотрю, что я нашла. Вспомню. Освежу свою память. Вы пока лепуйтесь. Ой. Да, я нашла не с... Ой. Да, я нашла не совсем такой. Но типа вот этого. Ну, брошь, клипсы, более, может быть, там камней побольше. В общем, как-то так. Тоже под пент. Продавали его за 80 долларов. 81 канадских. То есть, то, что я купила его за 20-ку, я думаю, что это удача. Тем более, что он необыкновенной красоты и очень необычный. Брошь мы с вами уже рассмотрели. Давайте еще раз рассмотрим клипсы. Смотрите, как они интересно сделаны. Так, я уже в чем-то вся перемазалась в каких-то блестках. Вот такая вот конструкция. Шикарный набор. Я считаю, просто шикарный. Я вообще считаю, что это было большое везение, что я его нашла. Он такой яркий, броский. Я удивляюсь, что его никто не купил до меня. Видимо, тоже не видели маркировку. Решили, что 20 долларов это дорого. А я вот денег не пожалела и не ошиблась. Здесь еще раз хочу вам показать. Посмотрите, какая необыкновенная красота. И какая же это. Вот простые, простые линии. Ничего такого, да. Ничего не наворочено. Мало каких-то там дизайнерских изысков. Но он просто шикарный. Просто великолепный. Возраст не знаю. Может быть, что угодно. Может быть, любого возраста. Поэтому вот такая красота. Ну что ж, дорогие друзья. Такой у нас вот был сегодня показ. Я надеюсь, что вам понравилось и было интересно. Я надеюсь, что если вы у меня впервые, вы со мной останьтесь. А если вы мои старые друзья, я вам всем очень-очень рада. Я всех вас благодарю за комментарии, за поддержку, которую вы мне оказываете. За советы, за интересные предположения и разъяснения, которые вы мне даете. Я вам очень благодарна. У меня на канале девчонки, которые разбираются намного больше меня в винтаже. И дают мне такие прекрасные, интересные подсказки, о которых мне бы даже в голову не пришло подумать. Вот. Так что я очень вам благодарна. И вас очень всех люблю за все, за то, что вы у меня есть. Спасибо всем большое. Увидимся в следующем видео. Всем пока. Всех люблю. Бай-бай.